Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусное и полезное блюдо из простых и доступных продуктов. Одну среднюю луковицу нарезаем небольшим кубиком. Обжариваем 2-3 минуты на растительном масле. А за это время подготовим картофель. Три очищенные картофелины среднего размера нарезаем брусочками. А затем нарезаем картофель небольшими кубиками. Помешиваем лук, он уже немного подрумянился, и отправляем к нему картофель. Обжариваем минут 5 на среднем огне. Периодически помешиваем, чтобы ничего не подгорало. А за это время нарежем белокочанную капусту 500 грамм. Стараемся нарезать помельче. Такое вкусное блюдо из овощей готовится очень быстро и просто, а результат вас обязательно порадует. Нарезанную капусту немного пожамкаем руками, чтобы она стала помягче. Картошечка уже кое-где зарумянилась, добавляем к ней капусту. Друзья, большое спасибо за вашу поддержку и подписку на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Немного перемешиваем и тушим на среднем огне минут 5 под закрытой крышкой. А в это время, друзья, почистим одну среднюю морковь и натрем ее на крупной терке. Яркую и полезную морковочку тоже отправляем к остальным овощам. И на этом этапе, друзья, добавляем специи. Я люблю смесь перцев. Можно взять обычный молотый черный перец по вкусу. Также солим по вкусу. Одну чайную ложку копченой паприки. И две трети чайной ложки молотого кориандра. Овощи хорошо перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились. Накрываем крышкой и тушим 3-4 минуты. Берем один сладкий болгарский перчик. У меня свежий, можно также использовать и замороженный. Очищаем от всего лишнего и нарезаем перчик на кусочки среднего размера. Слишком мельчить не стоит. Перчик тоже отправляется к остальным овощам. Все перемешиваем, накрываем крышкой. И через 2 минуты выключаем нагрев. После этого крышку открываем и даем овощам немного остыть. Приготовим заливку. 3 яйца, соль 2 третьих чайной ложки. Щепотка молотого перца. И все перемешиваем венчиком. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. 120 мл кефира или молока. Все перемешать. Добавляем просеянную муку 120-130 г. И 2 чайные ложки разрыхлития размешиваем в муке. Замешиваем жидкое тесто венчиком. Как видите, ничего сложного, друзья. Надеюсь, вам понравится такой простой рецепт ужина или обеда. И вы поделитесь этим видео в своих соцсетях. Мелко нарезаем зелень петрушки или укропа. Или все вместе. Отправляем зелень в наше жидкое тесто. И хорошо перемешиваем. Заранее разогреваем духовку 180 градусов. Все овощи, которые у нас уже тушились до полуготовности, отправляем в тесто. И хорошо перемешиваем. Подходящую формочку смазываем маслом. И перекладываем туда нашу будущую запеканку. Выпекаем в духовке 20 минут. Режим вверх-вниз 180 градусов. А в это время натираем на крупной терке кусочек твердого сыра 150 г. Можно взять и больше. Выбирайте сыр, который хорошо плавится. Прошло 20 минут. Достаем запеканку. Посыпаем ее слоем сыра. По желанию можно сыр посыпать копченой паприкой. Так будет еще вкуснее. Попробуйте. Отправляем запеканку в духовку еще на 10 минут. Запеканка готова. Посмотрите, как она зарумянилась. А ароматы просто слюнки текут. Режется очень мягко. Такая овощная запеканка вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Кто у меня пробовал такую запеканку, думали, что в ней есть мясо. Она также довольно сытная. Друзья, поделитесь этим видео в своих соцсетях. Подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Я подаю такую запеканку со сметаной. Можно также использовать любой ваш любимый соус. Часто готовлю такую запеканку на ужин. Очень нравится нашей семье. Вкусно, просто и сравнительно недорого. Всем приятного аппетита и до новых встреч!